Безусловно, да, и тысячу раз да. У меня есть друзья, которые занимаются непосредственно такого рода музыкой и в Петербурге, и в Москве, и за пределами, скажем так, визуально-культурных центров, кое все чаще и чаще я разочаровываю. То, что действительно меня заинтересовало в области ланч-музыки, у нас в России, это проект не из Петербурга и уж не тем более из Москвы, это из Карелии, из города Петрозаводск. Как называется? Называется «Соловки». Близкая вам? Это ланч-музыка, да. Отечественная ланч-музыка. Соловки-ланч, вы считаете, музыки гораздо чаще, чем элементы классики или этно. А дать интеллектуальную почву для музыкального размышления, вот в этом есть основное свойство той музыки, которую вы делаете? Дать интеллектуальную почву для размышления, ну, было бы над чем размышлять, а интеллектуальная почва найдется у здравомыслящего человека. А над чем вы размышляете о своих композициях? Над чем предлагаете проразмыслить слушателям? О взаимодействиях внутреннего и внешнего. А у вас самих какое настроение на этом творческом этапе вашего пути? Как и у любого нормального человека настроения бывают самые разные. Все зависит от слишком большого количества факторов, от взаимодействия с тем самым внешним, о котором мы говорили недавно, и, в конце концов, внутренней погоды. А на концертах вы делаете блюзовое отступление? Да, да, часто, часто. То есть не все, как мы машинки? Нет, нет, мы стараемся поменьше идеологию швейной машинки применять. Компьютер используется очень инструментально, я бы сказал. Луконично. А что за публика, которая приходит на ваши концерты, покупает ваши диски? Опишите свою аудиторию, если можете. Не буду даже предсказывать, потому что аудитория, у которой диски нашего ансамбля есть, она их не покупала. Это просто лучшие друзья, которым эти диски были подарены. Хотел бы подарить всем, но все-таки какой-то коммерческий резонанс должен быть, хотя бы в рамках той компании, которая выпускает наши записи. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы лично из своих дисков не продали ни одного. Никогда. То есть вы получили авторский гонорар, и вы его весь раздарили? Совершенно верно. Есть еще запас, но... Это речь идет об альбоме Сальто Мортали. Сальто Мортали, верно. Выпущенный компанией CD-Land в 1900... В 2001... В 2001 году. А каково ваше мнение, насколько сейчас востребована интеллектуальная музыка, вот ваш диск, насколько мы уже могли пойти в большом... Интеллектуальная музыка, насколько сейчас востребована? Мне кажется, что она настолько же востребована, насколько была востребована всегда. Да, и я не хочу быть рыбой прилипалой и лезть, лишь бы быть поближе боком своим к тем людям и, скажем так, к персонажам. Потому что это не только люди, а иногда и декорации. К тому, что вообще называется культурой. И просто хотелось бы быть культурным человеком. А насколько я культурен, творчество, оно будет говорить само за себя. В любом случае, все это делается не искусственно. Все это делается самым естественным образом. И слава тебе, Господи. А может, не нужна нашей публике эта интеллектуальная музыка? Может, им по кайфу приходить на концерт, слушать магнитофон? Я не думаю, что вот тот контингент, который вы упомянули, это как раз аудитория вот именно этой радиоволны. А по поводу общей культуры, населения и близлежащих, скажем так, ареалов обитания человекоподобных существ. Вот я вот что скажу. Если это нужно мне, наверняка ориентирами будут 5-10 человек, которых я считаю более образованными, более развитыми в интеллектуальном смысле. И, скажем так, человеческие маяки. Я прежде всего, если я решаю что-то заявить благодаря песням или каким-либо другим образом самовыражения, я всегда думаю о людях, кому бы я хотел это все показать. Ну уж, простите меня, не подросткам, катающимся с горок, хотя иногда бывает, что один подросток... Да. То есть твоя музыка рассчитана на интеллектуальный... На определенный уровень, хотя бы хотелось бы, чтобы подготовленными были бы люди. Очень многие музыканты сейчас уходят в шаманство из-за невостребованности или начинают сетовать на судьбу. Вы как-то с этим боретесь или тоже подвержены общему унынию? Ну, я бы не сказал, что это не в чьих глазах я не наблюдаю. Это не к тому, что у людей искусственно вызванное какое-то веселье напротив. Совершенно искренне и честно люди радуются тому, что они живы и счастливы. А есть вообще рецепт для музыканта, который делает в этой стране свою музыку? И по этой причине, по сути, одиноко? Конечно, есть рецепт, потому что его не может не быть, раз есть такие музыканты. И, как мне кажется, рецепт делать свое дело тихо, спокойно и внятно. И никоим образом не корчить из себя рок-звезд или шоу-звезд, которые стремятся к баснословным гонорарам. Это недостижимо в данной ситуации, поэтому нужно находить какие-то другие источники существования, будь то честный труд или воровство. Алло, Саша, ну я вот сейчас как раз запись у нас. Мяу. Так, ну ты досказал этот вопрос, это совершенно точно. Петля, это все-таки больше авторский проект или коллективное творчество? Это всегда было коллективным творчеством. Я в состоянии деформировать придуманные произведения, скажем так, в акустическую форму, в такую, в бардовскую. Но я всегда это делаю с большим напряжением. Мне гораздо интереснее, чтобы, скажем, в песенной форме выражался не я один, а именно коллектив. Именно это вот играет очень важную роль в творчестве, которое всегда, всегда я стараюсь быть максимально сдержанным в оформлении каких-то своих музыкальных или литературных версий вот этой жизни. А что осталось в петле Нестерова от кофе? Расскажите подробнее, что это был за проект и почему он перестал существовать? Проект «Кофе» имеется в виду? Это был молодежный совершенно неоромантический проект на пике, созданный у нас в России, в Санкт-Петербурге и мной в том числе. Это был неоромантический проект, который можно было бы сравнить с теми любопытнейшими явлениями западной сцены, как «Дюран-Дюран», «Калчиклаб», «Юритмикс», «Шпандау», «Балет», так это мы назовем. И мы попытались сделать просто наш доморощенный суррогат, вот так вот я выражусь, всего этого отчасти в парадийном плане, отчасти для самовыражения именно вот в этой плоскости. Ну и поскольку молодые все были, горячие, не смогли поделить славу, медали и прочее, поэтому совершенно естественно психологическая усталость и была той самой силой, которая растащила всех на спорозень. А тем не менее трое из участников ансамбля «Кофе» — это я, Гога и Семен, в конце концов, собравшись с мыслями, уделили внимание друг другу и создали петлю Нестерова, что немаловажно в конце концов. Всех питерских музыкантов всегда спрашиваем, у всех разное мнение, кстати. Что из себя представляет сегодня питерская музыкальная тусовка? Что такое сегодня эта музыкальная столица страны? Есть она, нет? Я думаю, что настолько абстрактно вообще понятие музыкальной тусовки, что не вижу смысла высказываться на эту тему. А по поводу некого социума музыкального, я могу сказать так, что постепенно из двух столиц, из противостояния, скажем так, Петербурга и Москвы, Москвы в принципе как олицетворение страны вообще, оно уже прекращается. Дело в том, что оба города напоминают все больше и больше некую гантелю, то есть две таких гирьки, соединенные чуть менее узкой перекладинкой в форме железнодорожных переездов аэропорта и даже, говорят, уже и водную проложили. Ну, как траекторию, связь, да, не говоря уже об автомобилях. Вот, поэтому о каких-то... Я достаточно хорошо осведомлен в том, что происходит в Москве, и я думаю, что москвичи не менее хорошо осведомлены о том, что происходит в северной столице. И как прежде, вот именно такой сарафанный интернет, я бы уже сказал, не телефон, а интернет. И в конце концов происходит некое внутреннее общение, потому что вот буквально не прошло двух недель, как я услышал об ансамбле из Москвы, как тут же попал на его концерт здесь, в Петербурге. А все так хвалили, хвалили. А как назывался ансамбль? Ансамбль называется «Пятница». Классный? Классный. Классный. Очень классный по лаконичности изложения. Формы весьма простые. То есть это... Вам никак не созвучно? В чем-то да. Медитативность исполнения произведений, скажем так. Мы тоже зануды. Ясно. А что могло бы, на ваш взгляд, в корне изменить ситуацию с музыкой в России? Что вообще за бред? Формат, не формат? Что повлияло бы на эту ситуацию? Мне кажется, повлияло бы изменение менталитета самих музыкантов. Все стали слишком корыстны и все вдруг почувствовали себя такими невпизданными гениями, что готовы просто-напросто у любой бабушки выдрать последнюю десятирублевую купюру, лишь бы чувствовать себя коммерчески осмысленным... Ну, по крайней мере, хоть талантом. Просто опошлилась сама идея музыки. Ведь если разобраться, и в литературе то же самое происходило еще в те годы. Ведь коммерчески оправданным первым стал Александр Сергеевич Пушкин. То есть он поэзию свою он применил, в конце концов, как инструмент, как средство производства. И, в конце концов, какие-то дивиденды он получал. С какого рожна вдруг вот все вот это наше невнятное музыкальное стадо возомнили себя Пушкинами и требуют доллары и в немаленьких количествах. Вот. Поэтому честнее надо быть, ребята. Не можете работать головой, работайте руками, ходите на завоз, зарабатывайте все деньги на инструменты. А вот вы за счет всего, чего сегодня существуете? Расскажите вашу формулу выживания. Где вы деньги берете? Моя формула выживания? Я вынужден подхалтуривать, так вот я это все дело называю. Иногда я работаю звукорежиссером в одном ночном клубе. Это помогает мне оплачивать мои коммунальные счета. А концертная деятельность? Концертная деятельность сейчас крайне неблагоприятный период для концертной деятельности, потому что конец зимы, усталость психологическая и написано очень много нового материала, который хотелось бы представить людям уже посвежевшим. Хотя бы какие-то отблески первого загара на лицах хотелось бы увидеть. Ну а почему же вы так поступаете мало в последние годы? Нет внутренней потребности самоутверждаться на концертах. Гораздо интереснее самоутверждаться на репетициях, когда ты разбираешься не с какими-то посторонними и чужими людьми, а с самим собой. Почему? А какие временные планы с новым альбомом? Есть какие планы с новым альбомом? Подписан с кем контракт? Контракт не подписан, и неизвестно будет ли подписан вообще, и будет ли контракт. Но факт тот, что новый альбом, он уже есть. То есть вам приходится воскребать себе право на существование? По сути дела, эти все продюсеры сраные, они должны, блядь, бегать за музыкантами и спрашивать, вы где, блядь, ебаный в рот ваш альбом? А они при этом сидят в своих офисах, и к ним все приходят, все приносят на голубой каемочке, и у них растет стопка этого говна. А за группами, за которыми прошлое, они не ходят, и им нахуй все это не нужно. Мы не ревнивые, во-первых, и существует масса за и против вот этого поведения тобой уже названных продюсеров. Но мы не будем так их вежливо обзывать, продюсер, да в основном они все пидорасы. И, собственно говоря, от этого обиды никакой не возникает, потому что это просто недалекие люди, которые решили заработать при помощи культуры. И, может быть, своим мамам они все объясняют, что вот я хожу регулярно, два раза в год я хожу в Эрмитаж, понимаешь, и купил себе новое произведение искусства, и сам я вообще занимаюсь в культурной области, я музыкальный продюсер, ха-ха-ха-ха. Ну, вы пишете альбом, вы пишете альбом новый, что это будет за альбом, какое у него будет настроение? Я, наверное, уже не включу в этот альбом одну вещь, которая впоследствии станет, конечно же, народным хитом. Как выразился сегодня мой друг Мон, он сказал, что иногда мне кажется, что это я написал Yesterday. Вот. И у меня есть одна песня, которую я мечтал записать и выпустить этой зимой, так она и называется «Зимняя песня», но вот третий год подряд уже не получается, поэтому я ее опять выкину к чертям собачьим, переаранжирую всю на следующий год и посмотрим, что получится. Вот. А так, в принципе, треки уже все готовы, и более того, в процессе вот аранжировки и подготовки к записи альбома, вот что очень интересно, что мне больше всего нравится, появляется еще какой-то новый материал, который, не знаешь, либо сейчас применять, потому что, ну, вот так вот приперло, либо наоборот, сделать некий такой файл и вернуться к этому попозже более осмысленно, что называется, не в попыхах с одышкой, а по-серьезному, по-деловому. Обожаю этот процесс, обожаю вот это состояние. Процесс записи? Процесс вот подготовки записи, вот процесс, я бы сказал, сочетания вот этих всех деталей в некий такой орнамент, на который можно было бы просто так вот быстро-быстро открыть веки и закрыть их тут же, и в этом орнаменте увидеть смысл того, что ты делал. Потому что не то, чтобы все математически или хаотично расставлено, а все как-то вот так вот само сложилось, и с течением времени, и с направлениями приложения сил. Вот что любопытно. А вот знаешь, вот когда вот пишешь музыку, вот у меня бывают такие проблемы, вот придумаешь песню, да, в 2000... Ну да, да, да. Придумаешь, да, не сможешь записать, там проебал время, а потом наступил следующий год, пошло другое веяние, и понимаешь, что ты уже, как бы эта песня уже устарела. Ты подвержен влиянию такому, или ты считаешь, что эта музыка вечная, все равно что ты делаешь? Я очень подвержен этому влиянию, но я не гонюсь за какой-то актуальностью звучания или музыкального самовыражения. Нет, я как раз приверженец другого. Я создаю некие формы, к которым иногда возвращаюсь, потому что могу совершенно искренне сказать, вот на альбоме, который будет записан, там на 60% абсолютного такого свежака, но про это знаю только я. Некоторые песни тщательно были спрятаны от большинства участников всего этого процесса под названием «Петля Нестерова». Поэтому никто ни о чем даже и не догадается. Тем не менее, для меня это материал, который был написан некоторое время назад, и, может быть, для меня он, даже если он прошел проверку временем, и даже для меня он не является нафталином, простите, вот такую форму уберу, то, значит, он актуален по сей день, значит, можно. А интересно было бы вот возвратиться, как бы пожевать самого себя, допустим, и сделать, переделать, допустим, первую какую-то песню, первого альбома «Петля Нестерова». Это же были бы те же самые гитары, это тот же самый бас, но вот изменились бы партии, изменилась бы музыка? Я думаю, что нет, я думаю, что нет, потому что первый альбом, первый альбом я немножко прокричал, ну, петушиным голосом спел, надо было более увесисто, и надо было ориентироваться, вот если все помнят песню «Ветер», вот там я был более похож на самого себя, нежели чем там в таких песнях, треках, как «Кто здесь». А в целом менять вообще ничего не хотелось бы. Ну, это очень приятно, что нет таких внутренних каких-то раздраев в душе насчет этого. Ну, вот и на послед хотелось бы попросить Эдик пожелать что-то молодым начинающим музыкантам, которым сейчас 18 лет, им предстоит пройти некий путь. Вы прошли свой путь, и этот путь достаточно тенист и глубокий, и далекий, и широкий, но вот что вы можете на основе своего опыта так вот пожелать музыкантам, тем, которым стремятся занять ваше место? Я бы хотел пожелать, прежде всего, упорство. Это самое главное. Очень многие музыканты, люди, которых я считаю музыкантами гораздо более высокого уровня, нежели чем сам являюсь, они отказались от этой идеи и перестали музыкантами быть в душе. Поэтому будьте музыкантами в душе и старайтесь беречь это ощущение. Спасибо большое, Эдуард. Алексей, тебе спасибо.